Здравствуйте, меня зовут Емельянова Галина Александровна. Я закончила в ЭТШ-колледж по специальности Портной Универсал. В дальнейшем я бы хотела работать по своей специальности, поэтому обратилась в Центр занятости города Кушетал. Там мне дали, как по госпрограмме и молодежная практика, направили Светлана Ателье на 6 месяцев. И, получается, по окончанию этой молодежной практики я бы хотела тут работать. Здесь я получила большую квалификацию, много опыта, и я очень благодарна Центру занятости, что мне дали шанс учиться здесь. Получается, вы получали даже стипендию, да? Да, здесь на протяжении 6 месяцев мне оплачивали стипендию. Все вот это вот. Каждый, даже больничный бывало, оплачивали тоже. И поэтому я благодарна, что дали такую возможность отучиться. А почему вы выбрали такую профессию? Расскажите. Ну, я с детства просто это, ну, как бы начинала сначала куклам шить вещи, но потом как-то в школе немного развивалась, и потом решила в будущем еще дальше идти, развиваться, ну, что-то шить, даже придумывать свое что-то. А что больше вам всего нравится? То есть это вот верхняя одежда или какие-то легкие изделия? Ну, в основном верхняя одежда. Ну, бывали легкие тоже там такие, ну, в основном верхняя одежда больше нравилась. Получается, все полгода у вас уже был стаж, да? Да. Учислиться вот в вашу практику. Да, полгода я здесь уже, как бы, уже отучилась. Вот со следующего месяца, получается, я уже буду, как бы, на своей выработке уже сама работать тут. То есть вы остаетесь в компании, да? Вас пригласили и закрепились вы здесь. Это замечательный пример трудоустройства. Благодарим и поздравляем вас. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Махабад. Я работаю в Центре занятости населения при Акимате города Кокшитау. По программе продуктивной занятости массового предпринимательства на 2017-21 годы были в этом году по третьему направлению направлены на молодежную практику 100 молодежи. Это очень хороший шанс для молодежи. После завершения обучения мы даем возможность, чтобы они трудоустроили, получили 6 месяцев практику, потом трудоустроились на постоянные рабочие места. В этом году у нас план был 100 человек молодежи. Мы из них все 100 направили. Из них на сегодняшний день 83 трудоустроенные. После завершения молодежной практики они завершили и трудоустроились, куда они хотели по профессии. Также они эти 6 месяцев получали зарплату 72 925 тысяч тенге. Я считаю, на сегодняшний день это очень хорошая возможность помочь молодежи. Как наш Ельбаса говорил, это молодежь, жастар. Чтобы мы их поднимали, помогали, чтобы не было у нас трудоустройства. Мы всегда рады, пожалуйста, нашу молодежь. Мы всегда готовы помочь. Приходите, и всегда для вас найдется работа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...